Фазовый переход в мировом эфире. В середине 19 века начались попытки качественного и количественного анализа свойств различных моделей эфира. Как правило, бралась самая примитивная модель эфира. Либо это был идеальный газ, либо совершенная жидкость. И примерно в то же время, немножко раньше, было выведено уравнение Квайперона, которое описывало состояние газа, когда частицы этого газа составляются, представляют из себя бесконечно малые точки. И вот эта модель использовалась как раз для описания свойств эфира, но, соответственно, рассматривалась только одна фраза. И до сих пор еще некоторые авторы рассматривают модель эфира как идеальный газ. Но по мере развития науки появлялись все более новые и новые данные. И это позволило вот уже во второй половине 20 века Цуковского Владимира Кимовичу создать эфиродинамику. При этом он ввел понятие, что эфир это не просто газ, это вязкий сжимаемый газ, который обладает теплоемкостью, теплопроводностью, в общем, всеми свойствами газа. А теперь, если мы вернемся опять назад, в середину 19 века, Вандервальс, он тоже рассмотрел как раз вязкий сжимаемый газ. И это его формула, его модель, она позволяла уже отслеживать фазовые переходы в эфире. Вот, значит, здесь я привел это уравнение Вандервальса в самом общем виде. Здесь вводится понятие А, это энергия взаимодействия между частицами системы Вандервальса. Они притягиваются, он считал, что частицы просто притягиваются. И В, это суммарный объем частицы. Но и рассматривается объем, поскольку это очень неопределенная величина такая, он может быть, это как-то любой, рассматривается один моль. ВМ это объем одного моля. Вот он, так сказать, зафиксирован у нас, и мы его рассматриваем. Вот, теперь, значит, с этой моделью мы попробуем сейчас понять, найти, возможно ли фазовый переход вот модели эфира в эфиродинамике Асуковского, и где он расположен на вот этой вот, на изотермах Вандервальса, которые, я здесь изобрюю, ну, изображены. В эфиродинамике происходит вычисление свойств эфира, но самым таким, самое общее вычисление. То есть берутся то, что известно в современной науке. В современной науке нам... В современной науке нам известны какие вот это размеры и объем, размеры и вес, масса протона. Кроме того, используется, значит, величина, это величина газового постоянного и величина Больцмана, вот это коэффициент Больцмана. Вот это то, что мы будем использовать. После того, как мы посмотрим, решая вот это вот уравнение, которое вот проведено сверху, вот оно, мы, если его разрешить, то у нас можно вычислить все вот эти вот величины, которые нам были неизвестны, то есть А и А и Б. И дойти критическое давление и критическую температуру для эфира. Но для одного моля газа, естественно. Вот. Значит, как мы будем действовать? Найдем вот эти вот величины из общего уравнения, объем давления в эфире, который вот находится в таком естественном состоянии, и температуру его. Подставим их в уравнение Вандервальца и вычислим А и Б. Вот эти величины, которые у нас, они непонятны и неизвестны. И они, кстати, вот для газов, они до сих пор еще определяются в основном экспериментальным путем. И после этого определим вот эту вот критическую точку на эзотермах Вандервальца. Вот. Значит, как я уже сказал, исходные данные, откуда мы начнем плясать, это размеры и масса протона. Ну, они приводятся в справочниках, в физических справочниках. И дальше плотность эфира будем использовать. Вот плотность эфира, она, значит, это была такая величина, которая, ну, искалась долгие годы. Вот, в частности, Менделеев, он смотрел, какую энергию можно от звезд передать, может передать эфир с какой плотностью. И он рассматривал вот эти вот предельные значения, 5,6 на 10, минус 12. Это вот интересная величина. Он рассматривал такую звезду, которой скорость убегания, то есть вторая космическая скорость, будет равна световой. И получил вот такую вот интересную величину, 5,6 на 10, минус 12 килограмм на метр в кубе. Значит, Владимир Акимович Суковский, он в своей депонированной рукописи в начале, ну, из похожих соотношений, получил вот эту величину второго, вот, 80-го года. Но и от этого позволило, так сказать, обобщить вот как-то и взять плотность эфира, как диэлектрическую проницаемость вакуума. Вот она написана, это 91-й год, значит. Ну, вот окончательно мы эту величину и будем использовать, плотность эфира. Кроме того, нам известны опыты Галаева, который провел с эфиром, и он нашел там кинематическую вязкость эфира. Вот проведена она, 5,6 на 10, минус 3, 5,64. Вот это то, чего мы, значит, будем отталкиваться. Минус в 3-й или в минус 5-й? Минус 5-й, а я 3-й сказал. Минус 5-й, конечно, там написано. Вот, вот это вот мы, из этого я исходил, когда вот эти, да, начинал свои все расчеты. После того, как мы пройдем по этому графику, у нас получается вот эта величина в свободном эфире. Значит, давление, вот я, проведены в свободном эфире, и критическая точка вот с такими вот большими показателями степени. И критическая температура вот этого. То есть изотерма вот эфира основная, она будет лежать, ну вот смотрите, вот это вот красная, это вот критическая, вот это вот критическая точка, вот это критическая изотерма. Все, что сверху, это вот газ. Все, что вот ниже, здесь уже метастабильное состояние и жидкие состояния. Вот из этой таблички у нас получается, что эфир у нас находится в состоянии пара. То есть это уже, то есть если его сжать, начинать сжимать, он, значит, перейдет в какое-то жидкое состояние. И теперь вот это вот основные такие выводы. Я еще посмотрел здесь, но я, к сожалению, не успел дойти до этого самого, до основания. Я еще посмотрел вот изотерму одну, которая у нас расположена при вот, для свободного эфира. Она, значит, вот представляет из себя, ну вот здесь вот, да. Вот у меня получились такие значения, что вот получается, что вот этот эфир, это свободный эфир, он находится вот, вот эта точка критическая вот здесь вот. Удалось ее вычислить и, значит, для эфира. Получается, что вот этот эфир, который окружает нас, который находится, он вот где-то здесь, вот я указал вот по указателям, его температура, значит, температура, и это вот вот выше этой самой. И вот теперь отсюда, вот из этих вот вот изотерм Вандервальца, можно как-то там рассматривать и делать выводы относительно вот многих астрофизических задач. Вот сейчас вы знаете, что все вот эти, сейчас начали наблюдаться, ну как, они уже лет 20 где-то наблюдаются, импульсы какие-то не совсем понятные, звезд исходящие, откуда-то исходящих. Основная гипотеза, что это сливаются черные дыры, которые высвобождают вот эти большие энергии. А вот в свете вот этих вот рассмотрений, вот то, что я посмотрел, получается такая интересная картина. Вполне возможно, что вот у нас, когда начинает вот эти вот, вот проходит стадию звезды нейтронной звезды, то дальше уже вот по современным воззрениям начинается сжимание в сингулярность. А вот если исходить из эфиродинамических представлений, то у нас вот начинают сжиматься вот эти вот вихры эфира. И вот здесь может какой быть стадия, что они, эти вихры, либо они сложатся все как-то или частично в один вихрь, который будет теперь представлять собой вот этот объект, который, ну, космологический объект, ну, их черными дырами называют. Либо вот они все вихры погаснут, и у нас останется какой-то такой эфирный пузырь под очень высоким давлением, понимаете, и удерживаемый гравитацией. После чего вот эфир этот начнет вот тут сжиматься, естественно, нагреваться будет. И вот в какой-то момент наступит вот это равновесие. После чего начнется вот это его охлаждение вот этого эфира. И, в конце концов, может начаться, когда он пройдет вот эту критическую точку, то может начаться фазовый переход в этом эфире. То есть он перейдет вот через вот эти вот метастабильные состояния и с выбросом очень большой энергии. Вот, примерно, это то, что вот я планирую себе на следующую работу посчитать, какие там должны быть давления вот эти вот, какие все эти вот процессы должны происходить в этих звездах, чтобы, ну, излучать вот такие большие вот энергии. Ну, в общем-то, все у меня. Можно тут время... Раз у нас осталось время, то есть возможность вопросов. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как Вы оцениваете состояние эфирной динамики на сегодня? И какие, по Вашему мнению, стоят перед ней задачи? Ну, это лучший вопрос к Вам, конечно, Владимир Ракимович. Я попробую сформулировать. Конечно, сейчас вот надо проводить вот эти вот состояния такое, что надо максимально набирать экспериментальную базу. Вот один из таких вот очень хороших, ну, если это нужных направлений, это попытаться все-таки как-то скорость распространения звука, первого звука в эфире. По эфиродинамике это 10-23 метров в секунду, там, с коэффициентом, да? То есть, понимаете, в чем дело? Вот, ну, это, скажем, вот такой проблемный, как звездоплавание, да? Вот теория относительно ставит жесткий крест на полеты человека к звездам. Там какие-то, ну, совсем экзотические там варианты еще можно допускать, а вот чтобы мы свое материальное тело, так сказать, перенесли там куда-то к звездам, скажем, в центр галактики, 46, там, 23 тысячи световых лет, 20 тысячи лет. А вот эфиродинамика говорит, что скорость звука 10-23. Это, значит, вот всю галактику, вот сигнал мы можем провести за 5-6 минут. Понимаете, в чем дело? То есть, у нас вот эфиродинамика открывает свободный полет к звездам. И вот здесь вот это вот надо зафиксировать как-то, и что сделать? Вот эти вот акустические волны в эфире получить, они строго продольные, нету там никакой, это, поперечности. Вот, ну, там вот идеи кое-какие есть, но надо, конечно, возиться с этим вот. Вот, и что, вот, вторая задача, которую я вижу. Вот у нас здесь все собрались, вот, есть многие модели эфира, но они, по-моему, вот они используют, ну, как сказать, такие очень упрощенные модели. Вот, то есть, как я уже сказал, идеальный газ и совершенная жидкость. Ну, совершенная жидкость, это как называется, это неизжимаемая, значит, жидкость вот эта вот, идеальная жидкость, вот эта вот, это совершенно ее называли, ну, и поэтому я разделяю идеальный газ и это вот. Надо развивать все-таки эти модели. По материалистическим воззрениям эфир, значит, вот он, ну, это среда единая, понимаете, вот, она, из него все состоит, и поэтому вот эти свойства его надо изучать, вот именно вот в экспериментальном направлении. В частности, вот это я сказал, вот это вот. Вот примерно так. У меня такой вопрос, по-моему. Вы знакомы с наукой эфиродинамикой, которую в конце прошлого века заложил академик моих, Иванов Юрий Николаевич. У него 300 страниц в интернете, как раз посвященные вот эфиродинамике. Он там очень интересные вещи рассказывает, рассказывает о черных дырах, в том числе. Вы знакомы с его работами? Да, вот если не изменяет память, ну, хотя, может, и изменяет. По-моему, он сторонник такого тяжелого эфира. Вот я оставляю. Я ничего не знаю, я говорю про способы движения, вот то, что... Да-да-да, но я как раз... И почему ракета, например, может двигаться... Ну, почему, в общем, надо это читать. Вот это да. Близко к гравелетам, вот нашим тарелкам, треугольникам. Вот у него вот Иванова... Без запаса топлива на борту летать не отправляется. Да-да-да, вот дело в том, что вот здесь вот эти большинство авторов, вот и логику, я понял, вот Ярославль Григорьевич, вот они тяжелый эфир, вот этот понятие. Вот у него тоже. Да-да-да-да, вот это тяжелый эфир, но я не вижу его физичность, понимаете. Вот это вот как вот... Получается, что вот воздух у нас тяжелый. Вот. Нет, у него этого нет. Вот у него тоже там вот это тяжелый эфир. И вот поэтому как раз вот как-то я считаю, что вот эти вот все вот эти, ну, мало физичные, что ли, модели, и модели как очень сильно ограниченные, что вот они ограни... Вот, например, есть модель, которая ограничивает только вот сплошная среда эфир, понимаете, что вот он, невозможно у него. Нет-нет-нет, у него не сплошная среда. Это я уже не его, я уже говорю вот это, я уже сказал, что вот у него, вот мне вот это вот, если не изменяет память, что у него тоже тяжелый эфир. Нет у него тяжелого эфира, это я вам точно говорю. Вот эту брошюру я вам принесу, вы почетите. Ну ладно, это хорошо, это... Ну я вам говорю, что здесь просто... И вот эти вот модели, вот все, на мой взгляд, надо как-то переводить на более сложные. Вот эту науку эфиродинамику, переста страниц в интернете, я не прочла, следует. Ну вот хорошо.